Природа и движение. Заметьте, у таких людей есть одна общая особенность — телесная лень. Они не хотят двигаться. Они все застывшие, замороженные. Надо, если она сама не может, тащить её за уши на море и бегать по берегу, толь берега. Туда-сюда, каждый день, хотя бы по полчаса. Через месяц до свидания, депрессия. Из стресса она, может, не выйдет за месяц, но депрессия — до свидания. В ней будут силы жить, она начнёт улыбаться через месяц. Другого выхода нет. Депрессия означает нет сил. Силы берутся от природы. Йога не поможет в помещении, только на свежем воздухе. Йога сама — это хорошо. Она даёт, делает человека гибким, стройным, выносливым. Человек побеждает судьбу, прочищает тонкие каналы, увеличивает продолжительность жизни. Но депрессия означает обесточенность. Нужно, вот если я сейчас вытащу компьютера, вытащил. Компьютер может внутри хорошо работать. Это йога. Означает, всё движется хорошо, правильно. Программы чистые, вирусов нет в компьютере. Всё там движется хорошо. Это йога, да? А на природе йога — это чик. Подключаем питание. Это значит, энергии будет хватать. Вы уже помогаете. Вот сколько можете, помогаете. Вам не надо работать над собой. Надо понять, что вам не хватает только слушания Бога. Когда человек слушает святость, он входит в состояние звука, контакт с звуком. Этот звук наполняет его силой. Он становится сильным, такой человек. Но не хватает просто силы. Сила означает концентрация на Боге или на звуке. Это одно и то же. На звуке тех, кто молится. И вместе с ними молиться. Если вы будете сильно концентрироваться, станьте очень сильным. Чем сильнее концентрироваться, тем сильнее становитесь. Спасибо большое. Лольше вам ничего не хватает. Всё у вас есть. Вы такая хорошая, добрая. Постоянно заботитесь о людях. У вас столько хороших качеств. Я даже не хотел вам микрофон давать. Зачем такой хороший давать микрофон? Потом Господь мне в сердце говорит, ну да, и микрофон. Чего ты жмотничаешь?